Биржа Кракен снижает свою зависимость от банка Сигнача по некоторым видам своих транзакций. XRP против SEC. Ripple ожидает развязки дела к этой дате, но есть нюанс. Юристы, ведущие дело о банкротстве FTX, нашли активов на сумму 2,2 миллиарда долларов в криптовалюте на кошельках, связанных с FTX. Неугомонный Гарри. Председатель SEC сбросил еще одну бомбу на криптобирже. Законодатели США утверждают, что учетная политика SEC подводит пользователей крипто к дополнительному риску. И в завершении выпуска ежемесячная аналитика от Бенджамина Коуэна «Красота математики». Оставайтесь с нами. Биржа Коинбейс разрывает партнерство с Сильвергейт в пользу Сигнача Бэнк. В своем официальном сообщении от 2 марта биржа сообщила, что разрывает партнерство с банком из-за происходящих регуляторных проверок и начавшегося расследования по причине связи банка с оботкрутившейся фирмой FTX. В серии твитов Коинбейс сообщила, что более Сильвергейт не является банковским партнером биржи. А в своем уведомлении клиентов Коинбейс Прайм компания сообщила, что данное изменение вступает в силу немедленно. На момент публикации этой новости Коинбейс стала последней крупной компанией, которая разорвала отношения с Сильвергейт в пользу Сигнача Бэнк, после того, как биржа по торговле деривативами Леджер Икс заявила об аналогичном решении. Что ж, решение компании было очевидным. Институт репутации никто не отменял, а если корабль обречен, то необходимо воспользоваться спасательной шлюпкой. Крах Сильвергейт вызвал коррекцию биткоина более чем в 5%, а также всего остального крипторынка. Заточенный под криптобанк Сильвергейт Кэпитал шокировал все криптопространство. Банк задержал отчет в комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи, цитата, «с образованием кризиса доверия». Развитие данной ситуации вызвало дополнительное давление продавца, в результате которого биткоин и в целом весь крипторынок упали более чем на 5%, сократив общий объем портфелей инвесторов более чем на 50 миллиардов долларов. На момент подготовки этой новости цена биткоина опустилась на 4,9%, составив 22 335 долларов за монету, с общей капитализацией активов 431 миллиард. Эфир также упал в цене примерно на 5%, остановившись на отметке около 1564 долларов за монету. Другие популярные альткоины, такие как Polygon, Cardano, DoggyCoin, Polkadot и Solana, также сократились в цене в диапазоне от 5 до 10%. Общая ситуация складывается таким образом – большинство криптокомпаний дистанцируются от Сильвергейт. Вчера, 2 марта, о таком решении сообщила Coinbase, начав партнерство с Signature Bank, конкурентом Сильвергейт. Одна из самых крупных компаний по обслуживанию корпоративных держателей биткоина MicroStrategy заявила, что не имеет депозитов в Сильвергейт. Биржа Kraken вчера сообщила, что сокращают свою зависимость от Signature Bank по некоторым видам из своих транзакций. Такое положение дел биржа объясняет решениями самого банка, расположенного в Нью-Йорке. Согласно информации Bloomberg от этой среды, возможность внесения депозитов с использованием Signature Bank будет остановлена 15 марта. А возможность снятия средств продлится до 31 марта. Эти новости появились после того, как Signature Bank сообщил в январе этого года о том, что прекращает обслуживание транзакций криптобирж на сумму меньше 100 тысяч долларов. Данное правило будет применимо к обеим биржам Binance и Kraken. В декабре прошлого года Signature Bank сообщил, что сокращает работу с крипто в связи с повальным распространением проблем в криптоиндустрии, вызванном крахом FTX. Но не стоит воспринимать данную новость как негативную. Как мы знаем, всегда, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Компания Ripple ожидает развязки в своём деле против SEC уже в обозримом будущем. На фоне широко распространённых ожиданий в криптопространстве развязки дела Ripple против SEC, итоговое решение, вероятно, будет вынесено в течение ближайших нескольких недель. Сама компания ожидает, что это произойдёт уже в текущем месяце. Однако вероятность того, что Ripple проиграет дело, всё же достаточно высока. Принимая во внимание вероятность того, что оно будет отправлено в суд. Принимая во внимание огромную популярность альткоинов у трейдеров, исход дела может вызвать на рынке беспрецедентную волатильность. Стюарт Альдеротти, главный юрист-консульт Ripple, полагает, что развязка затянувшегося дела уже близка. Однако у Альдеротти есть совет для криптокомпаний. Даже если итоговое решение будет в пользу Ripple, Альдеротти советует новым компаниям, входящим в криптопространство. Выходить из-под юрисдикции стран, в законах которых нету ясной позиции в отношении положений крипто. Также Альдеротти отметил, что решение по делу SEC против Ripple ожидается до конца текущего месяца. В своём ответе на недавнее заявление председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Гэнслера, заявившего, что вся криптовалюта за исключением биткоина относится к категории незарегистрированных ценных бумаг, Альдеротти предложил воздержаться председателю SEC от его дальнейших заявлений и принудительному правоисполнению. Юристы, занимающиеся банкротством FTX, нашли активы на связанных с FTX кошельках на сумму 2,2 млрд долларов. Согласно их недавно выпущенному пресс-релизу, на счетах некоторых фиатных банков, связанных с биржами FTX.com и FTX.US, обнаружилась крупная недостача. Позднее на некоторых кошельках, связанных с FTX, были обнаружены активы на общую сумму 2,2 млрд долларов. Юристы продолжают свою борьбу в поисках активов, принадлежащих FTX. С учетом спотовых цен на момент публикования этой новости, из этих активов в 2,2 млрд, только 694 млн долларов представляют собой ликвидные активы, такие как стейблкоины, биткоин и эфир. Другие активы, принадлежащие FTX, включают дебиторскую задолженность клиентов на сумму 385 млн долларов, а также значительную сумму претензий к Alameda Research и другим компаниям, связанным с этим делом. В пресс-релизе также было сказано, что Alameda Research получила чистую сумму займа в размере 9,3 млрд долларов, которая полностью состояла из средств пользователей FTX. В настоящий момент общая сумма восстановленных FTX-активов составляет 6,1 млрд долларов, что значительно превышает изначальную сумму в 5,5 млрд долларов из-за изменившихся спотовых цен на рынке. Что ж, это уже кое-что. Неугомонный Гэри, председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США, продолжает бомбить крипторынок и теперь прилетела к криптобиржам. Во время заседания консультативного собрания инвесторов, председатель сек Гэри Гэнслер сообщил, что предлагаемое новое правило советникам по инвестированию предписывает искать квалифицированных депозиторных хранителей для содержания и накопления активов, включая крипто. Также он добавил, что криптобиржи не должны относиться к квалифицированным депозиторным хранителям в свете вышеупомянутых рекомендаций. Данное заявление стало вторым по счёту от председателя комиссии по ценным бумагам и биржам, в котором он заявляет, что криптобиржи не должны относиться к квалифицированным и сертифицированным депозиторным хранителям. Ранее Гэнслер делал заявление в отношении стейковой программы биржи Kraken, в то время как биржа Coinbase хвасталась надёжностью своей кастодиальной системы. В своей речи относительно квалифицированных и сертифицированных кастодиальных хранителей Гэнслер заметил. Проясню следующее. Только лишь потому, что криптобиржи заявляют о своей надёжности, кастодиального хранения не является тем, что это есть на самом деле. В последнее время SEC обострила свою войну против криптопространства. В завершении своего выступления Гэнслер сообщил, что Конгресс наделил SEC новыми полномочиями по расширению правил хранения активов. После образования финансового кризиса и вскрытия мошеннической схемы Бёрни-Мадоффа. Расширенные правила по кастодиальному хранению, по словам Гэри, гарантируют, что инвестиционные советники не будут злоупотреблять, терять или действовать безответственно в отношении денег своих клиентов. Звучит красиво, но посмотрим, во что это выльется на практике. Законодатели США полагают, что учётная политика SEC ставят под риск пользователей криптовалют. Двое законодателей США подвергли критике рекомендации SEC по криптоучёту, утверждая, что они подвергают большому риску потери средств криптоклиентов. Данные рекомендации требуют от компаний, держащих криптоактивы своих клиентов, признавать все цифровые активы, которые они не контролируют, в виде обязательств. Однако, как заявила сенатор Синтия Лумис и представитель Патрик МакГенри, такие рекомендуемые принципы, по всей видимости, будут отпугивать компании по хранению цифровых активов, что является полной противоположностью основной сути действия регулятора. В своём письме, адресованном ключевым фигурам Федеральной резервной системы, Управлению валютного контролёра, Федеральной корпорации по страхованию депозитов, а также Национальной администрации кредитных союзов, законодатели отметили, что хотя бюллетень по бухгалтерскому учёту, САБ-121, был призван внести ясность в отношении учёта цифровых активов, он также принёс и побочный эффект. Они написали следующее. САБ-121 подвергает активу пользователей ещё большему риску потерь, если хранитель становится неплатёжеспособным или вступает в конкурсное управление, тем самым нарушая основную миссию СЕК по защиту пользователей. Ранее законодатели уже поднимали много шума вокруг бюллетеня по учёту СЕК. В прошлом году республиканские сенаторы, включая Лумис, писали в СЕК-письмо, в котором сообщали о своём беспокойстве, о том, что данный бюллетень представляет собой правила, замаскированная под руководство для персонала и не соответствует закону об административных процедурах. Аналогичную тревогу в марте 31-го высказывала и комиссар СЕК Хистер Пирс. Вот её цитата. Это ещё один пример непоследовательного и неэффективного подхода комиссии по ценным бумагам и биржам к вопросу крипто. Что ж, время расставит всё на свои места. Главное – сохранять приверженность и действовать по плану. Как мы недавно сообщали, объём ходлеров, держащих свои монеты более 10 лет, достиг невероятного уровня. А эти ребята, наверное, что-то знают. И в завершении сегодняшнего выпуска – отрывок из ежемесячной серии Бенджамина Коуэна «Красота математики», в котором Бен поделится с нами размышлениями о том, где в настоящий момент с точки зрения макровзгляда находится рынок крипто. В данной серии выпусков Бенджамин пытается дать справедливую оценочную стоимость рынка, оперируя экспоненциальной регрессией. Такой взгляд помогает оценить рынок с точки зрения крупной картины. Давайте послушаем. Когда я смотрю на этот график, он мне говорит, что, скорее всего, мы проведём значительное время, находясь в зоне недооценки. Более того, я считаю, что весь 2023 год мы проведём в зоне недооценки. И хотя я могу ошибаться, я предполагаю, что нас ожидает что-то похожее на 2019, когда мы поднимались выше всего лишь ненадолго, но не смогли удержать этот уровень. После чего у нас образовалась вторая попытка спустя 16-18 месяцев. Ещё одно интересное наблюдение Бенджамин делает на основании того, что даже если мы продолжим сохранять уровень и двигаться в боковике, то с точки зрения данной модели, эта ситуация будет только улучшать моменты для открытия новых позиций. Вот что об этом говорит сам Бенджамин. Даже если мы откатимся на уровень низов и сделаем их ретест, либо даже сделаем ещё больше низы, то окажемся ещё больше недооценены, чем сейчас. Всё дело в том, что ориентирующая нас точка будет расти. И по мере того, как она продолжает свой рост, то уровень недооценки будет только усиливаться. Даже в том случае, если цена будет оставаться прежней, а мы будем двигаться в боковике. И вот почему я говорил много раз, что стратегия долларового усреднения обычно хорошо работает. А я обычно использую динамическое усреднение, опираясь на образовывающиеся риски. Таким образом, даже если предположить, что ралли, которое мы видели недавно, являлось медвежьим, мы всё ещё глубоко находимся в зоне недооценки. И хоть мы не опустились до самого низа этого диапазона, время для покупки, судя по этой модели, является оптимальным. Но помните всегда, крипто – это высокорисковые активы. Поэтому все ваши решения принимайте на свой страх и риск. На этом у нас всё. Желаем вам отличного трейдинга и высоких прибылей. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин